Всем привет дорогие друзья и сегодня мы будем делать прогноз на матч монако шахтер плей-офф лиги чемпионов первая игра монако будет играть дома и поэтому шахтеру нужно очень хорошо подготовиться к этому сопернику ну а я сегодня для вас в конце видео дам свой прогноз ну а также мы попытаемся понять кто же все-таки будет фаворитом в данной встрече и от кого что можно ожидать поэтому обязательно досмотрите до конца ставьте лайк кто этого еще не сделал подпишитесь на канал ну и конечно пишите свои прогнозы в комментарии посмотрим кто из нас угадает исход данной встречи а если вы хотите сделать прогноз на матч монако шахтер либо другие матчи лиги чемпионов можете перейти по ссылке в закрепленном комментарии где компания betwinner дает бонус до 130 евро по промокоду со промокод нужно вводить при регистрации чтобы получить данный бонус чтобы пришел бонус на первый депозит нужно вам подтвердить телефон либо почту и заполнить свои личные данные и бонус работает по принципу сколько закинули на первый депозит столько и капнула на бонусный счет поэтому все просто регистрация в один клик можете переходить получать свой бонус и делать свои прогнозы на матч шахтера ну надеемся что победный матч шахтера будет так что удачи вам ваших прогнозов Итак, ребята, Монако-Шахтер. Давайте разберемся, кто здесь фаворит. Фаворит Монако. Буки, конечно же, дают больше предпочтения команде из Франции. Во-первых, топ-чемпионат. Во-вторых, игроки стоят дороже. Ну, понятно, чуть повыше по статусу. Но Шахтер я бы не считал прям явным аутсайдером в этой игре, потому что команда тоже сбалансированная. Команда тоже с неплохими крепкими футболистами, особенно атакующими. Команда тоже владеющая. То есть и Монако, и Шахтер это команды, которые владеют инициативой. Тот же Монако за последние свои два матча в чемпионате, хоть ни разу не выиграл, но владение мяча у них было больше 70%. Чтобы вы понимали, эта команда реально любит владеть. Но с реализацией у них есть проблемы. Об этом мы чуть подробнее поговорим. Ну и давайте посмотрим последние матчи данных команд. Как же они сыграли? Вот, пожалуйста, Монако. Проиграли свой последний матч Лорьяну на выезде 1-0. Где, между прочим, Головин вышел во второй половине матча. И тот же Бен Едерфа, Брегас. То есть не все лидеры играли в этой игре, поэтому и проиграли. Плюс владение было 75% у них. Да, и это было смешно. Конечно, как Монако не забил ни одного гола. То есть у этой команды есть проблемы с реализацией. Это нужно отмечать. Тот же матч с Нантом. Пожалуйста, 1-1, где у них тоже было 75% владения мяча. Но вот владение, видите, не дает. Зато у них очень важный показатель. При том, что они создают, бьют поворотом 12-15 ударов за матч. Из них там 3-5 в створ. Это в лучшем случае 5. То есть есть большие проблемы с попаданием в створ у этой команды. Это нужно отмечать. В то же время Шахтер сыграл не очень выразительный матч против Металис 19-25. Но без проблем выиграли 2-0. Уже во втором тайме решили вопрос. И это, конечно же, заслуживает уважения. Потому что команда собралась. Первый тайм отвратительный выдала. Но второй тайм уже получше. Но все равно, как бы, тоже есть небольшие проблемы с созданием моментов именно. Здесь уже не с реализацией создания моментов были некоторые проблемы у Шахтера в этой игре. Но, в общем и целом, вот после Александрии Шахтер выиграл все-таки 2 следующих матча. У Монако же такой тенденции нет. У них, как бы, все чревато. То победа, то поражение, то ничья, то победа, то поражение. Короче говоря, пока команда нестабильная. И это видно. Это видно. Да, в Лиге Чемпионов они довольно уверенно прошли Спарту-Прагу. Но, блин, Шахтер это далеко не Спарта-Прага. Поэтому давайте, Монако, настраивайтесь. Потому что Шахтер приедет брать максимальный результат для себя победный. Ну, посмотрим, как оно получится. Очные встречи. Были ли они вообще между Монако и Шахтером? Да, но это было очень давно. Товарический матч был в 2015 году, где Шахтер обыграл Монако 3-0. Но это товарняк. Последняя официальная встреча котируется 79-м годом. Где Кубок УЕФА, я так понимаю, еще тогда был. Лига Европы нынешняя, да, где Шахтер, кстати, играл тогда в 79-м против Монако. Но проиграли двухматчевое противостояние. Вот такая вот маленькая история. То есть команды встречались. Но это было совсем уж давно. Поэтому нужно уже как бы восстанавливать эту связь между Монако и Шахтером. Да, Шахтер не особо верит. На Монако дают примерно 1.75. На Шахтер коэффициент 5 примерно. То есть на выезде фаворит явный именно команда из Франции. Стоит отмечать, что не сыграют, скорее всего, не сыграет два основных игрока Монако. Во-первых, центральный защитник молодой Бадди Ашиле. Возможно, он не сыграет. У него травма плеча. И Александр Головин, у которого мышечная травма. Он доиграл матч с Ларьяном. Но там еще есть вопросы. То есть он может как и сыграть, так и вообще не сыграть в данной встрече. Но, скорее всего, на второй матч он уже будет готов. Поэтому вот такие вот неутешительные моменты для Монако. То есть два основных игрока, возможно, не сыграет. Если взять Шахтер, потерь нет. Ну, если не считать Малышева, который вечно травмирован. И Валерий Бондарь, который тоже давно травмирован. Это, в принципе, все. У Шахтера все должны быть здоровы. Даже тот же Соломон уже играл в чемпионате. Тот же Педриньо должен быть тоже как минимум со скамейки, если что, выйдет. Поэтому у Шахтера кадровых потерь нет. Ну, и давайте переходить ближе к прогнозу. Монако, да, является фаворитом. Но правда ли это, ребят? Потому что последние матчи Монако вообще не впечатляет. Я смотрел матч с Лорианом, и мне больше хотелось уснуть. На самом деле, вот Монако напоминает, наверное, Челси прошлого сезона. Но без реализации. Потому что владение есть. Нет моментов. То есть вообще практически не создаются. Они пытаются как-то забрасывать там на своих нападающих. Но не особо это получалось у них в последних турах чемпионата Франции. И у них явная проблема с реализацией. Поэтому в этом матче, ребята, против Шахтера, у Шахтера также есть проблемы с реализацией. Это нужно, это стоит и нужно отмечать. Мы это делаем. И я скажу так, что в этом матче я не жду тотал больше 2,5. Мне кажется, здесь можно, такой запасной вариант, взять тотал меньше 2,5. Наоборот, на эту игру. Потому что команды, скорее всего, не смогут забить так быстро друг другу. Да, возможно, здесь будут голы в обе стороны. Но все же я не думаю, что будет больше 2,5 голов. Это что касаемо голов. Что касаемо фаворитов. Да, ну то, что на бумаге является фаворитом Монако, это не соответствует действительности. Потому что у Шахтера всегда есть мотивация на Лигу чемпионов больше, чем на чемпионат Украины. Это всегда так. Шахтер играет в чемпионате совсем по-другому. Потому что Шахтер 90% времени владеет инициативой, владеет мячом на чужой половине соперника. В Лиге чемпионов совсем другая картина. Даже в матче с Генком Шахтер не так доминировал. Но у Шахтера в Лиге чемпионов больше пространства, чем в УПЛ. Потому что в УПЛ команды закрываются против Шахты. Потому что в УПЛ Шахтер это грант украинского футбола. В Лиге чемпионов, ну Шахтер это хорошая, добротная команда. Но не более того. Поэтому у Шахты, конечно же, будут свободные зоны. У Шахты, конечно же, будут хорошие моменты для того, чтобы контратаковать. Для того, чтобы создавать. И в принципе есть быстрые футболисты, которые под эти задачи подходят. Поэтому я считаю, что Шахтер здесь вообще не аутсайдер. Шахтер здесь просто на равных будет играть против Монако. У которого сейчас проблемы с реализацией. Проблемы некоторые есть в составе. Ну, я думаю, они не такие существенные. Но все же. Ну и плюс, конечно же, мега мотивация у игроков Шахтера. У того же тренерского штаба. Показать и доказать, что не зря мы вот купили на 40 лямов футболистов. И Шахте нужно как-то отбивать. А как отбить эту сумму? Конечно, проход в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому Дэдзарби сделает все возможное и невозможное. Чтобы не проиграть в этом матче. Поэтому, ребята, мой прогноз на данную встречу. Это двойной исход на Шахтер за коэффициент 2.2. Идеальный вариант, я считаю, вообще для всех. Потому что, если даже здесь никто не выиграет. То, скорее всего, счет будет либо 1-1, либо 0-0. То есть, команды не будут рисковать первой встречи. Весь риск будет там, в Харькове. В Украине, где Шахтер будет играть дома ответную встречу. Вот там уже будет весело и интересно. Здесь же команды рисковать не будут. Да, скорее всего, Шахтер меньше времени будет владеть мечом. Но у них будет больше, я считаю, качественных контратак. Как раз-таки на это будет делаться расчет. Поэтому пишите свои, кстати, прогнозы. Как вы относитесь к данному моему прогнозу на эту встречу. Я думаю, это довольно оправданно. Ну и плюс, если хотите также сделать прогноз. Либо свой какой-то вариант. То ссылочка всегда есть на Бэтвинер. В закрепе по промокоду SO получайте мегабонус. Поэтому переходите. Ну и, конечно, не забывайте заходить на прямую трансляцию. Монако-Шахтер будем транслировать на нашем канале. Ну и перед матчем как раз-таки будем делать свой прогноз. И ставку на этот матч на стриме. Так что обязательно заходите. Всем спасибо за внимание, ребята. Обязательно, конечно, желаем удачи Шахтеру в противостоянии с Монако. Будем смотреть, болеть. Ну и удачных всем прогнозов. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.